Приветствую всех, вы на канале След Истории. Сегодня речь пойдет про невероятный карьерный путь Бориса Немцова, от талантливого ученого до одного из лучших губернаторов и политических лидеров. Борис Немцов, именитый российский политик, который оставил огромный след в истории России. Он прошел через 90-е годы, активно участвовал в реформах, стоял в рядах потенциальных преемников Бориса Ельцина и был одним из первых, кто предпринял усилия в расследовании коррупции. Давайте вспомним, как складывалась карьера этого выдающегося политика на политической арене России в период с 1990 по 2010 годы. В восьмилетнем возрасте мать Бориса Ефимовича Немцова рассталась с его отцом, и они переехали из Сочи в Горький, сегодня Нижний Новгород. Несмотря на семейное расставание, Борис всегда поддерживал связь с отцом на протяжении всей своей жизни. Борис окончил школу с отличием, удостоившись золотой медали, и поступил на факультет радиофизики Горьковского государственного университета. В учебе он проявил себя блестяще, что способствовало его немедленному вхождению в научную среду после окончания университета. Немцов владел английским языком и даже зарабатывал средства, работая репетитором. Однако в те годы главное внимание Бориса Ефимовича уделялось науке. Он переходил из одного научно-исследовательского института в другой, защитил диссертацию и получил степень кандидата физико-математических наук. К 1986 году он уже имел более 60 научных публикаций, охватывающих разные области естественных наук, включая акустику, физику и термодинамику. Вероятно, в те времена мало кто мог представить, как физик может быть связан с рыночными реформами середины 1990-х годов. Однако научная деятельность была тем, что затолкала Немцова в политику. В то время, когда он погружался в науку, его мать проинформировала его о планах строительства атомной электростанции в их городе. Многим была очевидна и бессмысленность этой идеи, но не для властей. Под воздействием матери и как человека, с академическими корнями в области физики, Немцов проанализировал перспективы этого проекта, и представил доклад, аргументируя его несостоятельность как с экономической, так и с экологической точек зрения. Вместе с активистами, он смог предотвратить строительство атомной электростанции. Это общественное вмешательство так вдохновило молодого ученого, что к политике он уже не возвращался. В 1989 году, областное общество за атомную безопасность, выдвинуло его кандидатуру, на выборы народных депутатов Советского Союза, однако его кандидатура не была зарегистрирована избирательной комиссией. Бориса Немцова, как политика, люди воспринимают по-разному. Нельзя не отметить, что он всегда стоял на позициях демократии и свободного рынка. В конце 1980-х годов, советская экономика переживала серьезный кризис, и прогрессивные слои общества осознавали неотложность перемен. В 1990 году Борис Немцов, после первой неудачной попытки, снова вступил в избирательную кампанию и возглавил политическую организацию «Кандидаты за демократию». Его работа была замечена избирателями, что привело к его победе на выборах и получению мандата народного депутата РСФСР. Он также вступил в ряды беспартийных депутатов Российского Союза и Организации смена. В 1991 году Борис Ельцин, в то время борющийся за пост президента, встретился с Борисом Немцовым в Москве. Ельцин понимал, что для построения новой страны необходимы новые и молодые единомышленники рядом с собой. Таким образом, Немцов стал ближайшим соратником Ельцина и получил значительные полномочия, охватывающие всю Нижегородскую область. Ельцин в 1991 году активно принимал участие в событиях, связанных с августовским пучем, и оборонял демократические ценности. В этот период Борис Немцов находился в Москве и поддерживал Ельцина. Пуч завершился успехом демократических сил, и Советский Союз вскоре прекратил свое существование. Ельцин был избран президентом Российской Федерации в ноябре 1991 года, и он назначил Бориса Немцова губернатором Нижегородской области. С 30 ноября 1991 года Борис Немцов занял пост губернатора Нижегородской области, начиная свою политическую карьеру и успешно развивая ее там. Возраст 32 лет, делал его едва ли не самым молодым губернатором на тот момент. Несмотря на свой молодой возраст, Немцов успешно выполнял свои обязанности. Во время своего губернаторства, он внедрил ряд успешных программ, включая «Метр за метром», направленную на реформирование и жилищную поддержку военнослужащих, а также программы газификации сел, «Народные телефоны зерно». После короткого периода работы в Совете Федерации, в 1995 году, Немцов вернулся на пост губернатора Нижегородской области. Теперь его воспринимали как прогрессивного реформатора, и его достижения в области структурной перестройки экономики, в данном регионе рекомендовались к внедрению, и в других регионах страны. Немцов был известен своей решительностью, способностью эффективно внедрять новые программы и горячим желанием сделать Россию более процветающей. Кроме того, его близкое понимание проблемы желаний народа делало его популярным среди россиян. Помимо успешных реформ, Борис Немцов всегда был отзывчив к запросам народа. В 1994 году, началась Первая Чеченская война, и обычные граждане, все больше чувствовали бессмысленность этого конфликта, что вызывало растущее недовольство, в обществе по поводу внешней политики Ельцина. Сегодня, кажется невозможным представить себе губернатора, открыто критикующего президента. Однако Борис Немцов был именно таким политиком. В письме, отправленном Борисом Немцовым Борису Ельцину, говорилось. Многие месяцы в Чечне идет кровопролитие, и люди гибнут. Эта война стала открытой раной, причиняющей боль всей России, и уносящей жизни ее граждан. В нашем регионе уже 43 семьи, пережили тяжелую утрату, но это далеко не весь список. Кровопролитие должно быть немедленно прекращено. Мы призываем вас, господин президент, предпринять все усилия и меры для прекращения военных действий, с обеих сторон, ведь нам очень дороги жизни, наших сограждан и честь нашей страны. В то время в Нижнем Новгороде каждую неделю, привозили гробы с погибшими солдатами. Губернатор не мог оставаться в стороне. За 10 дней он собрал миллион подписей под петицией, требовавшей вывода российских войск из Чечни. Эти подписи были доставлены в Москву и переданы Ельцину. Важно отметить, что несмотря на дружеские отношения с президентом, Немцов не колебался в своей поддержке народных требований и активно высказывал свою позицию против Ельцина. По его словам, после этого инцидента они не общались несколько месяцев. Однако в конце концов Ельцин сам позвонил Немцову в Нижний Новгород. В конце 1996 года Ельцин и Немцов отправились в Чечню, когда война начала спадать. Борис Немцов стал одним из самых популярных и влиятельных политиков в стране. В 1997 году Борис Немцов успешно трудился в Нижнем Новгороде и не планировал переезжать в Москву. Однако все изменилось, когда к нему приехала дочь президента, Татьяна Ельцина. По его рассказам, она прибыла на встречу с слезами на глазах. Президент, после выигрыша на выборах, перенес тяжелую операцию на сердце и нуждался во внутренней поддержке в правительстве. Их разговор продолжался всю ночь, и после некоторых колебаний, Борис Немцов согласился на предложение переехать в Москву. Весной 1997 года его назначили первым вице-спикером в правительство Виктора Черномырдина. В этой должности он был ответственен за социальное развитие и контроль над естественными монополиями. Немцов активно поддерживал внедрение новых программ, которые могли радикально изменить жизнь в стране и послужить устойчивой основой для социально-экономического развития. Его и Анатолия Чубайса часто называли младореформаторами. С 24 апреля по 30 ноября 1997 года Немцов также занимал должность министра по топливу и энергетике. Оценки его работы на этом посту были разнообразными. Человека, назначенного им в ЕС России, Бревнова, обвинили во множестве нарушений. Немцов объяснял это тем, что он плохо разбирался в людях. Борис Немцов и Анатолий Чубайс были также ответственны за процесс приватизации. Немцов активно сопротивлялся олигархам, пытаясь сделать процесс честным. Наибольшим вызовом для него стал конфликт с Борисом Березовским. Несмотря на то, что в начале 1997 года Борис Немцов считался потенциальным наследником Ельцина, на посту президента, его рейтинг составлял 29%, что было самым высоким показателем в стране. Тем не менее, судьба не наградила его президентским постом. Многие считают, что переезд в Москву стал ошибкой для Немцова. Работа в Нижнем Новгороде могла обеспечить ему достаточно высокий рейтинг, чтобы выиграть на президентских выборах 2000 года, в то время как Москва перемолола амбициозного и молодого политика. В 1997 году состоялся аукцион, на котором государственная корпорация «Связь и инвест» была выставлена на продажу. На тот момент оценивалось, что более 90% объема коммуникаций в стране контролировались этой корпорацией. Борис Березовский и Владимир Гусинский, которые поддержали Бориса Ельцина на выборах 1996 года, надеялись получить контрольные пакеты акций компании, по предварительной договоренности, то есть по цене ниже рыночной. Однако этот план сорвали Борис Немцов и Анатолий Чубайс, занимавшие важные должности в правительстве. Государство ожидало выручить не менее 1,2 миллиарда долларов от продажи, но результаты аукциона превзошли ожидания. Кипрский консорциум Мастком ЛТД, в который входили Анаксимбанк Владимира Потанина, инвестиционная компания Ренессанс Капитал, инвестиционный банк Дойче Морган Гренфилл, инвестиционный банк Морган Стэнли и фонд Джорджа Сороса Квантум, предложил 1,875 миллиарда долларов за 25% акций, а также одну дополнительную акцию, и стал победителем. Продажа связи инвеста принесла значительный доход, который был использован для покрытия долгов бюджета. Это позволило выплатить задолженности по зарплатам бюджетникам и пенсии. Немцов всегда выступал против приватизации по предварительным соглашениям, и этот случай является хорошим примером. Однако его конфронтация с олигархами привела к его отставке. Борис Березовский и Владимир Гусинский, которые владели ключевыми телеканалами в стране, развернули масштабную кампанию против Немцова с целью ухудшить его рейтинг. Рейтинг политика действительно снизился, и с учетом финансового кризиса 1998 года это привело к его отставке из правительства. Позднее президент Борис Ельцин заявил, что не видит вины Немцова в финансовом кризисе, и предложил ему вернуться в правительство. Немцов отклонил это предложение, и к 1999 году его рейтинг упал всего до 1%. Так завершилась его карьера в высших органах власти. Тогда, когда Немцов занимал должность заместителя председателя, он предложил всем российским чиновникам пересесть на отечественные автомобили и отказаться от импортных. Эта идея нашла поддержку у населения, но Борис Ельцин сам приехал на работу, на отечественной машине всего один раз. По прошествии 13 лет, подобное предложение сделал Дмитрий Медведев, который в то время был президентом России. Однако в этот момент Борис Немцов уже находился в оппозиции к правящим властям и просто посмеялся над этой идеей, называя ее несвежей и необдуманной. В начале 2000-х годов Борис Немцов был одним из инициаторов создания блока под названием «Комитет 2008. Свободный выбор», который возглавил Гарри Каспаров. Главной задачей этой организации было объединить все либеральные силы с целью продвигать свои политические идеи на единой платформе. Немцов считал, что через это объединение можно добиться изменений в развитии страны, что впоследствии приведет к радикальным изменениям в управлении государством на самом высшем уровне. Значительно до появления Алексея Навального были другие люди, которые старались привлекать внимание общественности к вопросам недвижимости чиновников, коррупции и другим аспектам действующего режима. Борис Немцов был одним из таких лидеров. Он оставил две важные работы. Путин. Итоги. Этот доклад содержал реальные цифры и расчеты, демонстрируя результаты, 10 лет правления Владимира Путина. Жизнь раба на галерах. Немцов описывал эту работу, как содержащую мало текста и много фотографий. В этой книге обсуждалась недвижимость, принадлежащая президенту. Следует отметить, что данная книга была опубликована почти 10 лет назад и содержит информацию о недвижимости, принадлежащей Путину на тот момент. Что касается оппозиционной деятельности и пророческих заявлений Немцова, здесь можно многое сказать. Он активно участвовал в сотнях митингов, часто подвергался задержаниям, постоянно искал новых союзников, и его дерзость и стремление к борьбе за лучшие будущие своей страны были очевидны. Трагическая гибель Бориса Немцова произошла 27 февраля в 23.40. Его жизнь была прервана на Большом Москворецком мосту, где он гулял со своей возлюбленной Анной. Он был застрелен в спину группой неизвестных преступников, которые впоследствии сумели скрыться на белом автомобиле. Смерть Бориса Немцова вызвала шок у его друзей и сторонников. Одной из первых, отреагировавших на эту трагедию, была Ксения Собчак, которая в своих соседях написала, что страна потеряла честного и выдающегося человека, который прожил достойную жизнь и ушел из жизни, как настоящий герой. Исполнители убийства были выявлены и привлечены к уголовной ответственности. Заказчиком этого преступления был объявлен Руслан Мухудинов, бывший офицер, ранее проходивший службу в чеченском батальоне «Север». Он был объявлен в международный розыск. В 2016 году дело о смерти Немцова было закрыто. Существует мнение, что заказчиком этого убийства мог быть кто-то другой. Трагедия, случившаяся прямо у стен Кремля, до сих пор остается предметом дискуссий. Множество оппозиционных политиков считают, что убийство Немцова могло быть заказом представителей правительства. Согласиться с этим мнением или нет остается на ваше усмотрение. После смерти оппозиционера о его жизни было создано несколько фильмов. В 2015 году вышел документальный фильм под названием «Мой друг» Борис Немцов, снятый режиссером Засеем Раткевичем. Через два года режиссер Вера Кричевская представила еще один документальный проект «Слишком свободный человек», рассказывающий о том, как складывалась политическая биография Немцова. На месте убийства был создан мемориал в память о политике. Власти Москвы несколько раз пытались его убрать, но неравнодушные люди каждый раз вновь приносили туда цветы. В Вашингтоне в честь Бориса Немцова была названа площадь. Заканчивая рассказ о выдающемся российском политике современности, хочется подчеркнуть его разносторонний и многогранный путь. Борис Немцов был не только выдающимся политиком, но и талантливым научным работником, сторонником экологии, общественным деятелем, депутатом, автором книг и т.д. Возможно, его наиболее важным наследием является его стремление и усилие в борьбе за лучшее будущее своей страны. Борис Немцов действительно был одним из самых смелых и решительных политиков 1992-2000 годов. Воспоминания о нем всегда наполняют ощущением беспокойства и несправедливости, но он приложил значительные усилия, чтобы такие чувства были менее распространенными в обществе. Поэтому важно помнить его путь и наследие.